Ну что ж, давайте посмотрим булджать, чтобы я возненавидел своего друга. Skyrim, Starfield, это... Мне, знаете, мне нечего сказать про Starfield, кроме того, что это великая игра. Это и правда замечательная игра, значительное достижение игропрома, шаг вперед. Игра, достойная не только Готи, но и попадания в список топ-3 игр десятилетия, и это без иронии. Вы можете со мной не соглашаться, но тогда вы покажете себя абсолютным дурачиной, и все восприятие игровой индустрии которого построено вокруг какой-нибудь саной доты. Вот, и я очень расстроен нынешним положением дел в геймерском сообществе, потому что люди перестали получать удовольствие от игр. Их настолько разбаловали, что они уже не знают, чего они хотят, и бесконечно истошно вопят о том, что все плохо. Кстати, если вдруг вам мешают посторонние шумы на фоне, то купите новые наушники, потому что я свою работу выполнил отлично, как и прежде. Starfield увлекла меня больше, чем Baldur's Gate 3, ведь это гениальная игра. Это игра не просто какое-то мясо для жевания, знаешь. Привет, я вот Зельда играю и могу продолжать еще долго. Даже думаю, что Батвуна НГ плюс будут... По сравнению со всеми этими играми, Зельда Террес в The Kingdom это игра года. Зельда Террес в The Kingdom это база всех баз, блять, господи. Как же я обожаю Зельда Террес в The Kingdom. Знаете, всего за 100 баксов тебе дают всего-то навсего целую вселенную для изучения. Это не дота, понимаете, где всего одна карта и все однотипное. Только вдумайтесь, целая вселенная. По ней можно летать, по планетам можно ходить, можно стрелять во врагов. И вот этого целая вселенная, представляете? Блять, давайте заключим пари. Давайте, давайте заключим пари. Если выигрывает Зельда игру года, то можете отписываться от меня. Она позволяет исполнить... А если выигрывает... А, точнее, не, погоди, если Зельда выигрывает, то вы подписывайтесь на меня. Если Baldur's Gate выигрывает, то отписывайтесь. Детскую наивную мечту стать настоящим астронавтом, прочувствовать атмосферу пустоты непокоренного и бескрайнего космоса, прогуляться по планетам, к окружению которых не прикасалась рука человека. Все выглядит настолько чужеродным и инопланетным, что даже текстуры это передают. Но эту игру неправомерно хейтят, потому что эту игру модно хейтить. И я, как блогер-миллионник, решил сделать это видео, чтобы вы поняли, что вам надо думать об этой игре. Извините меня, я создаю видео уже больше 10 лет. У меня огромный опыт в создании одного и того же. И вы должны мне доверять. Потому что это видео отбулджать. А вы любите булджать. Вы любите прошлые мои видосы. А значит, плохое видео на этом канале просто невозможно. А даже если оно плохое, то вы должны это игнорировать. Ведь дух бульбаша остался. Чтобы понять и полюбить Старфилд, нужен хоть какой-нибудь опыт. Понимаете, как у меня. Не только в доту играть, а хоть еще во что-то. Самое главное, что вам нужно уяснить, запуская Старфилд... Сейчас, извините, попью. Где этот хуй сос, блять? Секунь спать пошел, блять. Все лиги напишу. Так... Где, блять, этот ёбок? Я твой рот выебу за Старфилд. Чё за хуйня? Чё за намеки в начале видео, блять? Я не понял, сука. Он перезвонит. Самое главное, что вам нужно уяснить, запуская Старфилд, что эта игра огромная, с целой вселенной, где можно гулять по планетам. А значит, контента в ней невероятно много. Куда бы ты не прилетел, тебя ждет приключение. И пока мы летим к ним... И пока мы к ним летим, я успею 10 раз заказать дебетовую карту... Сука, блять. Сука, блять. Да, блять. Старлинг. Красочную игру про бескрайний космос, где вы можете путешествовать по бескрайнему космосу. Бесшовное перемещение между планетами, полеты над поверхностью, динамические сражения и куча веселья. Даже Юбисофт доказала, что может делать игру совершенно без загрузок и использовать инновации в виде настоящей... Эммм... Сука. ...модельки звездолета, на которую можно нацепить вооружение и многое другое, и это появится на вашем виртуальном кораблике. Скачивайте где-то там, если игра еще не закрылась. Вот теперь мы можем перейти к самой игре, которая дарит тебе удовольствие от путешествия по космосу почти так же, как наш следующий спонсор... No Man's Sky, где можно путешествовать куда угодно, в любую сторону, совершенно без ограничений, плавно перемещаться из космоса на планету, не выбиваясь из погружения... ...пролетать над планетой в поисках лучшего места для посадки, чтобы встретить уникальную флору и фауну... Вы решили убить меня сегодня, что ли, блядь? ...столкнуться с враждебным... Вы... Вы решили убить меня, блядь, что ли, сегодня? ...окружающей средой или другими кораблями... О, и все это можно... И все это с кооперативом. Эта игра получила уже кучу обновлений, поэтому тайны космоса уже ждут вашей разгадки. Переходите в игру и покоряйте звезды. Но ни в коем случае нельзя сравнивать Starfield и No Man's Sky. Во-первых, Starfield намного лучше, чем No Man's Sky. А во-вторых, No Man's Sky это же выживач, а Starfield это RPG, это разные жанры. И я не совсем понимаю, почему все так воняют по поводу того, что 90% планет в Starfield не заселены и пусты, а путешествия по космосу выполнены через Fast Travel. Как будто бы вам так хотелось тратить свое время на бессмысленные полеты. Это игра про экшен и постоянные события. Если вам скучно посещать безжизненные планеты и сканировать камни, значит это вы скучные и не умеете себя развлекать. Вы не настоящий астронавт. Вы только посмотрите, как им весело на полностью голой луне. Чем вы хуже? Не хочется вам посещать планеты? Не делайте этого. Все эти сотни планет были добавлены в игру, чтобы вы могли их спокойно игнорировать и обратить внимание на квесты и сюжетные линии. Вы не только сами создаете свое приключение, но и, например, свой собственный корабль или базу. Это очень сложные системы, которые так просто не объяснить, поэтому я попробую пояснить вам нюансы на ручке. Представим, что вот эта вот ручка это ваш космический корабль. Вы можете снять двигатели, поменять кокпит, вернуть все обратно и нацепить на ваш корабль новые пушки. Я понял. Вы коллективно решили меня забулить в ненависть к Старфилду и к тому, чтобы я сломался и больше никогда не защищал Старфилд. Но это меня не сломает. Я не сломаюсь. I'm still standing. И у вас получится совершенно новый... Вы меня не сломаете, блядь, ебаные фанаты Болдорсгейта. Я все равно буду всей душой любить Старфилд. И весь хейт к Старфилду я буду принимать в себя еще больше, генерировать из этого любовь к Старфилду. Чем больше негатива, я буду перерабатывать это все в большую любовь к Старфилду. Корабль. Это важно, правда. И вот все те многочисленные плюсы, что я уже выделил про эту игру, дополняются лучшими квестами в истории Бефезды. Да, в это сложно поверить, но, например, если вы вступите в местную гильдию воров, то первым вашим заданием будет принести кофе нужной температуры. Эта мелкая деталь сразу открывает вам суть корпоративной культуры. Исправившись с этим сложным на самом деле заданием, принеся кофе нужной температуры, вас тут же повышают до полевого агента, который должен своровать ценную информацию для корпорации. И вот так вот простым способом сюжетная линия разгоняется. Вы воруете информацию и в конечном итоге вы... Блин, а я что тут сценарий не дописал? Да, у меня закончился сценарий. Да, он мне в принципе и не нужен, да. Игра говорит сама за себя. Тут атмосфера, которую никто и никогда повторить не сможет. Понимаешь? Это NASA Punk. Полный реализм. Даже машин нет, чтобы вы ощутили, что такое ходить далеко. Возможно, вы до сих пор не считаете Starfield великолепной игрой, потому что я еще не закончил про нее говорить. Потерпите, дайте видео раскрыться. Вопрос, бля. Вот усики проход в трусики. Только в мужицкие или женскицкие. Да нет, мне просто нравятся усы. Это прикольная тема, можно именно так делать. Усы, усы это пиздато. На самом деле, все, кто пиздят про усы, они не могут просто вырастить усы. Мне кажется, большинство мужчин, которые выросли на Симпсонах, всегда завидовали усам Неда Фландерса. Особенно его сужающимися дома. Но усы Неда Фландерса... Я помню серию Симпсонов, где было видно хуй Неда Фландерса. Вы сразу все поймете по окончанию. Тут так много всего крутого, помимо диалога... Вы не видели серию, где было видно хуй Неда Фландерса? Вы хоть бы, что... Я уверен, что кто-то из вас видел серию, где было видно хуй Неда Фландерса. Он довольно большой. ...снесет башню. Но это трудно показать в одном видео, коротком. Тут нужно чувствовать, понимаете. Я хочу... Хотя, знаете, я вот... Вот сейчас. Let's play. Я высаживаюсь на абсолютно рандомную планету. И я абсолютно уверен, что меня здесь ждет великий контент, который точно убедит вас... Нет, нет, нет. Блядь, реально была серия, в которой было видно хуй Неда Фландерса. Блядь, там что-то Нед Фландерс... Типа Лиза ему искала новую жену. И было видно, как он моется в душе. И там был очень запиксельный длинный хуй. Я точно это помню. ...купить Сарфилд. И даже не один раз купить. Сейчас. Да нет, 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 это даже не порно-пародия была. Это реально была серия, где было видно хуй Неда Фландерса. Вот, сейчас. Если вы вдруг захотели перемотать, то не стоит. А, вы не блядь, сука. Вы тогда ничего не поймете и пропустите самое важное. Сейчас. Сейчас, чел, мне пасать надо. Я показал огромный хуй Неда Фландерса. Надо пасать сейчас, сек. Какой кошмар, какой ужас. Чат, он что, там возмущается, я не могу понять, или что? О, каргас, все, спасибо. Вот, вот, у меня нужно было, да, услышать, конечно же. Что, он там орет? Он там охерел? Блин, я теперь хочу увидеть его реакцию. Блин, классно, надо будет посмотреть тогда, что у него там. Самые топ-3 лучших высказывания, деда. Блин, вы так описываете, что мне прям реально нужно посмотреть теперь, как он это смотрел. Так, блядь, ты что, захейтил Старфилд? Уи-у-у, полиция Старфилда, фанаты Старфилда. Ты что, охуя? Ни одного плохого слова. Я посмотрел 8 минут 20 секунд, блядь, видоса. Ты, мне кажется, хейтишь Старфилд. Мне показалось, ты хейтишь Старфилд. Там еще даже, ты еще даже до самого топового момента не дошел, на самом деле. Мне показалось, что ты хейтишь в этом видео Старфилд. Ты нашел хотя бы одно, одно слово хейта в адрес Старфилда? Мне показалось, что видео достаточно некачественное по Старфилду. Некачественное? Там что-то сверлил кто-то, что-то какие-то, блядь, озвучка хуйня, ты сценарий еще какой-то не дописал. Что-то как будто неуважение какое-то Старфилду было выказано. Нет, нет. Понимаешь, вот эти все примитивные формы изображения и вообще формы, в принципе, подачи для такой великой, прекрасной игры, необъятной, огромной, где тысячи планет. Неописуемая эта игра, понимаешь, ее нельзя никак передать, чувства. Поэтому я лишь на эмоциях, на одном только наите сделал это видео, и получается, что я не использовал ни свой мозг, ни свое зрение, ни свои руки. Я использовал лишь свое сердце. Я вложил свою душу в этот ролик. Она раскроется в концовке. Да, она полностью раскроется в концовке, естественно. То есть спустя сколько, 11 минут видео раскроется? Ну вот смотри, там еще его нужно как бы посмотреть раза три, наверное. Так, так. Вот, ну это вот советуют как бы люди, не я даже советую, типа вот люди советуют, ну те, которые уже прошли видео, а они, собственно говоря... Прошли видео, блядь! Так что да. Ну надо, 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 как бы надо, да. Да и потом посмотри, его на скорости 0.5. А, то есть так оно еще лучше раскроется? Типа я более детально его рассмотрю, каждый элемент этого видео. Да, да, да. Мне показалось, что это какой-то был... Видос плюс, да. Это был какой-то, с какой-то стороны, типа, знаешь, людо-наративный разбой четвертой стены. То, что ты, типа, как бы показываешь, что же тебя в игре заемовали загрузки, или что-то другое, и ты, как бы, это в игре показываешь. И рекламными интеграциями ты, как бы, показываешь на Минске и другую игру от Юбисофта, где можно было садиться на планеты. И вот, ну, ты думаешь, что это вот такие вот слои иронии, да? Да, 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 мне показалось, что ты, как бы, это доеба до Старфилда, поэтому я решил доебаться на теле. А-а-а... Не, ну да, я понимаю, как бы, некоторые, да, могут увидеть в этом что-то, да, что-то глубинное, но только исключительно. Ну, то есть, да, некоторые могут подумать, что, например, когда я сказал, что, мол, купите новые наушники, это отсылка на... А это отсылка на обновите свой компьютер от Тодды Говарда, да? Да, 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 но нет, конечно же, это не может быть такого, понимаешь? Ну, то есть, ни одного плохого слова я не сказал. Ну да, это какие-то исключительно кодзимовские приемы, как бы, ты довольно бездарен, ты не смог бы это повторить, я уверен. Именно, 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 именно так и есть, да. И все эти вот загрузки, и когда я очень, вот, ну, как будто бы, долго перехожу к теме, да, на что-то, какую-то рекламу отвлекаюсь, да, и потом просто перескакивая на другую тему, совершенно забывая про все остальное. Ну, это, как бы, все тоже так вот. Я писал, я думал, господи, какие же люди идиоты просто. Согласен, согласен полностью. Не всем дано понять, Starfield, я считаю. Ну, реально, они имбецилы, мне кажется. Да, да, да. Все те, кто хейтят Starfield, они просто, ну, я не знаю, ну... Реально жалко этих людей, согласен полностью. Это такие себе ребята. Слушай, ну я досмотрю это видео, ты можешь подождать пять минут, я досмотрю и выскажу свое мнение. Ну, хорошо, давай, давай, хорошо. Все, 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 давай, давай, я перезвоню на созвоне. Я надеюсь, что в конце он скажет, Starfield реально пиздатая игра, и я скажу спасибо большое. Сейчас, сейчас, терпим, терпим. Ооооо. Ну, да мурашек, ну, ни одна игра так не может делать. Ну, ни одна игра. Ну, вот и ощущения, ну... Вот за тем холмом, вот за этим холмом сейчас контент, смотрите. А, там еще один холм. Сейчас мы на этот камень заберемся и увидим весь контент, который тут есть. Сейчас, сейчас. Да прыгни, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. Да побольше прожми джетпак, блядь. Вот. Сука! Этот хуй за специальную игру плохо показывает, я уверен. Вот в... В этом тумане контент, явно. Вот, вот там, вот там, ну, явно контент. Там явно... Идем, идем на этот контент, идем. Я же говорил, вот сразу, сразу контент прет. Сразу идет, прет контент, сейчас. Просто надо добежать, просто. И сразу игра раскроется. Сразу. Ну, и только бежать долго нельзя, но... Ну, это реализм. У меня и 712700К и 3070. А где тут автоходьба? А, вот. Так, сейчас я подойду. 27 дюймов, 75 Герц. Чтобы немного сэкономить. Скажи, будут пробел с картинкой или что-то типа того? А-а-а... Да не, не должно быть, в принципе. Блядь, ну он же говорил, что это качественное видео. В смысле, он ушел, поставил на автоходьбу, я не понял, блядь. Блядь, что за хуйня? Блядь, ну, булжать, ну... Ну, в смысле, тебе не интересно, что ли? Что-то, блядь, нахуй ты туда бежишь, блядь, я не понимаю. Так, я ничего не пропустил, да? Так, не перематываем, сейчас контент еще попрет. Ладно, я понимаю. Смотреть видео это одно, а играть в эту игру совсем другое. Вам не ощутить всю эстетику перемещения, так что я постарался, чтобы вам было не скучно. Вот. Вот. Так это хуёвый геймплей с Subway Surface, там чела поймали, блядь. Надо последние этапы, которые быстрые показывать. Ну, ёбаный род, ну, блядь, ну, булжать, ну, чё за хуйня? Да генерит Старфилд контент. Вот, смотрите, смотрите. Топ-10 камней в Старфилде. Десятое место. Этот камень отличный, и он на десятом месте не потому, что он мне не нравится. Все камни в Старфилде это настоящее золото. Но есть камни золотистые. Например, настоящее золото. Посмотрите, как блестит. Это уверенное девятое место. Этот красавчик на восьмом месте не просто так. Если присмотреть... Чё ты там спизданул, я не понял. А, никто не пизданул. Можно увидеть, как он улыбается. На седьмом месте у нас вот эта вот глыба. Я бы поставил её на шестое место, но мне её не сдвинуть. На пятом месте у нас... Этот камень уже был. Этот уже был. Топ-3 лучших камня в Старфилде. Третье место. Зелёный камень. Второе место. Вот этот камень. Планета это тоже камни, между прочим. Технически. Так что второе место. Первое место... Не, это такой себе... Первое место должно быть особенным. Согласны? Сейчас, сейчас. Я вот тут где-то видел. Я открою карту. Так. Где-то между вот этой полоской и вот этой полоской. Вроде бы был. Так, сейчас. 1 2 3 4 5 6 Вот он здесь, точно здесь Блин, кажется напутал Тут нет камней Или это планета не та Бля, короче, если вам не нравится Старфилд Вы говноеды конченые Пошли нахер, 10 из 10 Сука Так какой камень был На первом месте На первом месте, понимаешь Не нашел, да? В чем проблема В Старфилде Каждый находит свой камень Понимаешь? Так, погоди Так тебе понравился Старфилд в итоге? Я 10 из 10 ему поставил Мало, ну давай еще побольше Ну побольше, побольше Побольше надо, думаешь? Ну я, блин, нашел только просто 10 камней Ну такие, которые зацепили меня Не, не, не касательно камней Как ты игру оцениваешь, ну только честно Честно, искренне Честно? Искренне, честно Да, 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 конечно Это великолепный экспириенс Такой вот, знаешь После RedFull'а Вот душа восстанавливается Как будто вы понимаете Да, понимаю Такое ощущение Будто бы тебе Вот, знаешь, когда ты берешь Например, я там не знаю Крабовую палочку Да, вот Так, вкусные, вкусные Да Вот, ну одна Она одна Да, это не так Всего одна Это невкусно Вот, это невкусно И когда вот тебе дают кучу Крабовых палочек Целую пачку захомячить Ебать, я хочу Блядь, в кровопалочку Я обещаю Закажу себя Как будто бы мне дали Вот голума Да, вот голум вроде бы Ну такое, да Но если много голумов Это вот Старфилд Прямо И это хорошо Это вкусно Это классно Да, то есть там вот В голуме было столько Механик клёвых Клёвых Там было И здесь тоже Как бы очень много Голумов И RedFull'ов Вообще всего понамешали Там тысяча планет Как бы Да, да, да На каждом свой RedFull Это же Да, на каждом Находится свой RedFull И каждый находит Для себя свой RedFull Каждый находит Для себя свой камень Понимаешь Я уверен Каждый человек Который вот Сидит сейчас В чате У него есть Свой любимый камень На какой-то Определённой планете Они даже помнят Кто не даже помнит Где он лежит Сто пудово И даже Карта вот эта вот Которая ничего не показывает А почему Ничего не показывает Чтобы человек Нашёл Чтобы сам Всё нашёл Да Да Без вот этой вот Сею Чепухи Которую Ubisoft Накладывает Каждый раз Юбисот реально меток До хуя ставит Карта там За чате Ванпост Да А вот Старфилде Реально Всё вот Сам находишь Каждый камень Родной Да Именно так Именно так Какие-то камни Роднее Конечно же Да Ну Некоторые Ещё Тоже Камни Камни Которые 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 На тебя Подписались Были для Этого Момента Чтобы мы Реально 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 Блядь Так что Как понимаешь как в линейке рюджина когда в конце было заседание всех этих типа глав компании я применил убеждение он говорил негативное такое позитивнее давай и он все реально все видео переделал специально что было позитивно я построил сюда просто красный красный квадратик да 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 я прокнула пиздец я просто убеждение прокачал еще костюм режимов надел если честно я должен должен как бы некоторые нюанс чтобы выяснить короче знаешь в линке багрового флота был один момент когда я нашел вот этот клад который все искали я пришел в кабину а там был вот этот мертвый капитан который охотился за этим кладом я послушал его аудиологи где он говорил то что его точно спасут потом другой аудиолог то что типа он теперь будет там свою пищу там типа рационить чтобы прожить дольше а потом он смиряет своей судьбой говорит что умрет здесь и у него кредитов больше чем когда-либо мог представить но у них нет смысла потому что он здесь умрет и ты забираешься потом корабль разрушается ты бежишь ебать эпичный момент я потом посмотрел на стриме твоем пошел нахуй ты знаешь что просто это это было в мультике планета сокровищ ну да да это я только сейчас на самом деле это было на планете сокрови литера ли можно сказать ненавижу как ты смел не прочувствовал просто понимаешь я прочувствовал кое-что другое вот связь когда ну я понял что это отсылка на планету сокровищ на тот самый мультик этот мультик он как бы провалился до его захейтили почему ночи как он стал культовым типа один из последних типа 2d мультфильмов и диснея провал реально был да 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 и вот его типа там просто поставили вот он типа просто выкинули буквально на мороз и то же самое я чувствую что starfield тут примерно то же самое не я и чел он охуенно продался пятое место по продажам в европе все охуенно ну не знаю на хогвартс легаси посмотри хогвартс легаси это просто игра для норбисов забей типа фанаты гарри поттера я я фанат гарри поттера но много ли фанатов космоса 0 больше никто не на любит космоса более игра в геймпасе забивающие у starfield с продажами все заебите согласен вот ну чтож я надеюсь что вот сейчас у тебя появилась сколько там у тебя две тысячи сколько там смотрят я не знаю не смотрю да короче две тысячи базированных человек которые поняли наконец-то суть starfield они раскрылся игра раскрылась у них на глазах наконец-таки им даже не пришлось 20 часовое уступление кстати давно хотел тебя спросить почему тебя на аватарке жирный кот в сапогах потом охуенный ты посмотри какой нахеревший ну просто такой типа вжиг-жиг такой и при этом пузатый блин да он вообще супер топ он харизматичный как я не знаю кто он реально если бы если бы я хотел быть кем-то я бы хотел я стремлюсь к этому я хочу быть этим все шляпу и хожу голым короче на со шпагой но надеюсь сапога ну конечно в сапогах естественно спасибо братан ссоры что доебался до ночи очень-очень приятно спасибо большое давай 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 пока этот хуй сос наконец-то съебался все окей так наконец-то мы выяснили правду был же действительно любит starfield наконец наконец-то правда про starfield было выяснено